Розовый фламинго там больше не живет. В Пушкине сотрудникам ГУВД пришлось буквально с боем брать подпольное казино. Когда штурм завершился и взору оперативников предстали столы под зеленым сукном, администратор заведения попытался оправдаться. Причем весьма оригинальным способом. Аркадий Цирульников подробнее. Заведение под названием Розовый фламинго располагалось под прикрытием лотерейного клуба в соседнем с ним помещении. Проникнуть в подпольное казино оперативникам удалось лишь при помощи ОМОНа. Сюда идите! Однако администратор взятого с боем игорного зала заявил сотрудникам милиции, что столы под зеленым сукном, карты, фишки и прочий антураж не более чем бутафория, необходимая для создания соответствующей атмосферы. На самом деле это якобы не подпольное казино, а общедоступные курсы для начинающих игроков, где можно постичь азы любых азартных игр. А сколько стоит обучение? Обучение? У нас без денег. У нас это на основе производится без наличного расчета. Я не знаю, с кем вы договорились. Мне здесь поставили просто как бы обучать людей. Я обучаю. А чему непосредственно вы обучаете? Всему, что хотят люди. В любой игре. В любой игре. В чему угодно. Между тем, найденные в клубе вещдоки говорят об обратном. Очевидно, сотрудники казино в момент штурма пытались спешно уничтожить улики и не придумали ничего лучше, чем отправить всю документацию заведения, данные о его клиентах, а также значительную сумму денег в мусорное ведро. Все изъятые материалы стали предметом административного расследования. Было изъято шесть игровых столов, внутренняя документация организации, денежные средства. В настоящее время проводится проверка. Также выясняются лица организатора незаконного бизнеса. По итогам этой проверки правоохранительными органами будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного предпринимательства. Аркадий Цирульников, Вести, Москва.